Михаил Ипихин и Юлия Самуэльсен с информационной картиной дня. События и люди, на которых мы хотели бы обратить ваше внимание. В воскресенье 30 октября в России отмечается День тренера. Еще в 1999 году Федерация спортивной и художественной гимнастики Российской Федерации выступила с инициативой выделить тренером специальный день в году. У нас в студии сегодня защитник хоккейного клуба Югра Анатолий Елизаров, который вчера, кстати, провел очередной свой матч с питерским «Динамо». И матч завершился победой, с чем мы очень поздравляем команду. В серии домашних игр сейчас играет Югра. И в День тренера будут играть с хоккейным клубом «Сокол». Пожелаем удачи. Расскажите, пожалуйста, как начался сезон? Вообще отмечаете ли вы День тренера в этом сезоне? День тренера, я думаю, все отмечают. Потому что они делают огромную работу. У каждого в своей жизни есть свой тренер, как бы он там ни назывался. Да, сто процентов. Мы знаем, что у вас новый тренер, да, у команды сейчас. Как у вас сложились отношения? Как складываются игры под его руководством? Ну, я думаю, что если посмотреть в таблицу, мы увидим, что складывается все довольно-таки хорошо. Хотелось бы, конечно, выигрывать все матчи, но без поражений не бывает. Ну, а какие-то новые тактики он ввел в вашу команду? Ну, у каждого тренера есть определенные требования, свое видение игры, поэтому нам предлагают разные тактические схемы, и мы их выполняем. И это дает свой результат. Ага, и такой еще у меня вопрос из прошлого. А вы помните своего первого тренера? Как вот вы начали заниматься хоккеем? Где это было, когда? Да, конечно, помню, это было в Санкт-Петербурге. Мне это было 4 года, и родители решили отдать мне какую-нибудь спортивную секцию. Какую-нибудь? Да, просто чтобы я был чем-то занят, занимался спортом, и не попал в какую-то плохую компанию. Я пришел в дворовый клуб, где не было полноценной коробки, где зимой мы играли в хоккей, летом в футбол. И на протяжении двух лет меня тренировал Валерий Витальевич, мой первый тренер. И затем уже меня заметили из команды СКА Петергов и пригласили заниматься полноценным хоккеем. А вот, Анатолий, смотри, вот «Здесь и сейчас» ты в прямом эфире, в телекомпании «Югра», в проекте «Здесь и сейчас». А если бы «Здесь и сейчас» ты был бы не здесь, ты где бы был сегодня в это время? И чем бы занимался? Я бы сегодня выходной, я бы восстанавливался. А если это не выходной день, то в это время? То я был бы на арене, мы бы тренировались. По-моему, когда спрашиваешь спортсмена, где ты сейчас находишься, он всегда отвечает на тренировки. Да, конечно. Несколько знакомых у меня просто. Что ты делаешь, я ем, что ты делаешь, я на тренировке. Что ты делаешь, я ем, я на тренировке. А еще есть сон. А, ну да, просто поздно вечером мы не списывались. Поэтому я говорю, чем занять спортсмен днем. Но вообще сейчас я понимаю, что у вас такая напряженная очень, да, расписание у вас напряженное, потому что игры. А вообще, когда у вас в году такое, фу, сел и выдохнул. Каникулы сел. Да, что ли, с каникулы у вас есть? У нас есть отпуск. А есть у хоккеистов отпуска, кстати? Да, это вот май, июнь, как правило. Но в июне ты уже начинаешь готовиться к следующему сезону. Ну, потихоньку закладывать базу. Поэтому, как правило, наверное, это май месяц, когда мы можем чуть-чуть выдохнуть, но не сильно расправляться. А если может уйти спортсмен? На больничный? На спорт подхватил, да. Не, ну, конечно, у нас есть и травмы, мы такие же люди, мы можем заболеть. У нас сегодня основная часть, главная тема выпуска была посвящена туризму. Туризм и ты, это что? Ну, в принципе, можно совместить, потому что в отпуске все равно ты хочешь как-то сменить обстановку, если есть возможность летать на море. Поэтому туризм присутствует, тем более... Я думаю, разъездов по стране хватает и так. Постоянно в сезоне путешествуем из города в город. Турист по должности, по своей профессии. Мы постоянно в командировках, скажем так. А вот, кстати, есть такая штука, называется Media Hills. Это федеральный измеритель смотрения телевизионных каналов и отдельных передач. И вот мы, управленцы от телевидения, медиа-менеджера, постоянно следим. Программа выходит, сколько смотрели, кто смотрел, когда рейтинги, замеры. Вот одна интересная вещь есть. Как только вы играете, а мы всегда, телеканал «Югра» транслирует хоккей, все программы вне конкуренции, в Хантамансийске, в городе Хантамансийске, хоккей, когда транслируется на окружном канале, он перебивает очень сильно все остальные проекты, которые выходят. Ничего не становится неинтересным. Да, рейтинг в этот день, я всегда смотрю замеры по Хантамансийскому. Хоккей на первом месте в эти сутки. Потом идут новости, новости и еще другие информационные проекты. То есть вы вне конкуренции. В Сургуте поменьше смотребельность. Нижневартовск, кстати, тоже очень хорошо смотрит хоккейные трансляции, прямые эфиры на нашем канале. То есть вы нам хорошо делаете рейтинг. Спасибо вам. И продолжайте их делать. Спасибо вам за это. Нет, ну нам, конечно, очень приятно, что люди смотрят, поддерживают нас, приходят на арену, поддерживают нас. Поэтому огромное спасибо им даю. Вопрос. Вот про поддержку при переходе на арену. Чувствовалось, когда во время пандемии нельзя было, чтобы все желающие, прям болельщики пришли. Есть какой-то вот такой расстроен? В Сургут играли вообще без болельщиков. Это сильно влияет? Ну на самом деле да, потому что все равно болельщики создают определенную атмосферу, гонят тебя вперед и так далее. Поэтому болельщиков очень не хватало во время пандемии. И потом, когда стадионы разрешили заполнять хотя бы на 50%, это уже был большой праздник для нас. Потому что в первую очередь мы играем для болельщиков, чтобы порадовать их. А вне игры, вне спортивных учреждений, вот я сказал про телевизионные рейтинги, а внимания публики, болельщиков в жизни хватает? На самом деле иногда бывает такое, да, что кто-то может подойти, попросить фото, там чуть-чуть, может быть, перекинуться пару слов. Но на самом деле люди все относятся тоже с пониманием. И если ты сидишь где-то в ресторане или там с супругой где-то идешь, люди тоже пытаются лишний раз, наверное, не тревожить. Потому что они понимают, что мы такие же люди, что у нас там также есть свободное время от работы. Но мы всегда рады, когда к нам подходят и всегда сделаем фотографию, дадим автограф, если это понадобится. Спасибо. Что, Анатолий, больших звезд тебе и твоим парням. И победы вам в ближайшем матче. Именно в день тренера. Сделайте подарок своему тренеру.